Факты в лицах на Тагил ТВ. Завтра 1 сентября, начало нового учебного года. За парту сядут порядка 40 тысяч тагильских школьников. Придут юные тагильчане и в 23 школу, которая открывает свои двери после капитального ремонта. Ну и сегодня о дне знаний и о том, каким он будет в этой школе, в школе номер 23, о новом оснащении образовательного учреждения. Мы поговорим с директором школы Ольгой Быстровой. Добрый день. Добрый день. Ольга Аркадьевна, ну, коли мы заговорили о дне знаний, как предполагается встретить день знаний в 23 школе? Какая-то будет программа праздника? Будет ли торжественное открытие? Да, конечно. 1 сентября – это день знаний. Это знаковое событие для всей страны и для нашей школы в частности. Потому что мы в этом учебном году получили новое обновленное здание. И день 1 сентября, конечно, это организация праздничных мероприятий прежде всего. Это торжественная линейка, на которой будут присутствовать и дети, и родители, и почетные гости, выпускники школы. Это мероприятия, которые запланированы после линейки, классные часы, различные квесты, праздничные программы, в которых примут участие наши дети совместно с родителями. Ольга Аркадьевна, экскурсии будут? Нет? Все ли знакомы со школой? И ученики, может быть, родители тоже проведете, покажете новое помещение? Экскурсии – это одна из основных форм работы, которая сейчас востребована. Этого хотят родители, дети, хотят выпускники побывать в новой школе. И, конечно, такие экскурсии мы предполагаем. Первое для них будет, конечно, для первоклассников, которых мы познакомим с нашей новой школой, а для них вообще новым образовательным учреждением. Наши родители, которые поведут детей в первый класс, также пройдут по школе, познакомятся с новыми условиями, в которых будут обучаться дети, и посмотрят на все то новое, что появилось в нашей школе. Хотя, хочу сказать, что среди родителей очень много выпускников школы. Поэтому им будет вдвойне интересно. Ну вот, поскольку мы говорим о том, что школа прошла капитальный ремонт, чем теперь она оснащена? Каким оборудованием? Какие классы специфические, может быть, появились, профильные? В рамках капитального ремонта мы закупили достаточно богатое технологическое оборудование. Начнем с того, что были оснащены кабинеты химии и биологии, физики, новыми лабораториями, которые сейчас необходимы при изучении данных предметов, имеют практическую направленность. Помимо этого, у нас появился новый, скажем так, класс, инженерно-технологический класс. Что-то будут преподавать в инженерно-технологическом классе. Да, там в основном он планируется для изучения технологии, предмета технологии, а также организация работы кружка по робототехнике. Но настолько интересное оборудование мы закупили в этот класс, что, я думаю, всем ребятам школы и близлежащего микрорайона, в котором нет учреждения с таким богатым оборудованием, класс будет востребован. Интересно для мальчишек, интересно для девочек. В классе имеются 3D-принтеры, кабинет прототипирования, которые позволяют теперь по современным технологиям обучить детей к изучению этого предмета. Будет ли специализация какая-либо, например, 32-я школа – это иностранные языки, там еще другие школы, другие направления выбирают у вас, с появлением нового оборудования, оснащения? С появлением нового оборудования мы планируем открытие класса с углубленным изучением химии, физики, биологии. Но это будет на следующий год, потому что все оборудование нужно протестировать и посмотреть, как оно будет в действии. Помимо этого, в 10-м классе, в средней общей школе мы реализуем социально-экономический профиль, который очень востребован в нашем микрорайоне. И в этом году пришло очень много детей для изучения данного профиля в 10-й класс. Но с появлением такого класса инженерно-технологического, я думаю, мы сподвигнемся еще на технологическое направление. Вот, например, чему в этом классе инженерно-технологическом можно обучить? Вот кроме робототехника, да, вы сказали? Да, робототехника. Что еще? Ну, вот раньше было в советские времена там слесарное и прочее. Это обязательно. Сейчас мы закупили станки с ЧПУ, с программным обеспечением, которое позволит детям уже на современном уровне освоить те навыки, которые раньше мальчишки приобретали с помощью напильника и еще каких-то других предметов. А сейчас напильниками не пользуются. И напильники тоже будут обязательно. Здесь нужно отметить, что среди этого оборудования есть такой станок, который позволяет ребенку самому спроектировать и выбрать для изготовления той или иной детали тот или иной станок. Или он пойдет к фрезерному, или он придет к токарному станку, или слесарному станку, чтобы изготовить это изделие. То есть сначала он моделирует это все, а затем уже идет изготавливать. Что-то для творческой деятельности учеников есть, актовый зал, что-то приобрели. Здесь я вам должна сказать, что история имеет какую-то цикличность, видимо, получается. И когда-то в нашей школе, школа у нас построена в 1939 году, в этом году школе исполняется 83 года. И в самом проекте капитального ремонта мы с проектировщиками предусмотрели восстановление некоторых утраченных помещений, которые раньше были. Одно из таких помещений – это актовый зал школы, который располагался на втором этаже. И в этот момент мы его сделали. Оснастили его современным световым оборудованием, музыкальным оборудованием, подобрали интерьер. То есть сцена появилась, зал готов к открытию школьного театра, который также предполагается, работа его предполагает начать его работу с 1 октября этого учебного года. Есть у вас в школе историческая реликвия. Расскажите, оставлена ли она в целости и сохранности? Историческая реликвия действительно была найдена при вскрытии балок переходных в нашей школе. Вообще капитальный ремонт начинался с одного, перешел на другое. То есть очень много таких моментов было открыто. И одно из них – это демидовские рельсы, которые были обнаружены на перекрытиях, на дверных перекрытиях школы, практически на каждом этаже. Они выполняли очень важную работу, простояв 83 года. Но сейчас их оставили, в принципе? Да, строители оставили их, но фрагмент одной из рельс, как бы в подарок школе, в качестве такого бонуса, у нас находится на четвертом этаже здания, что представляет собой большой исторический момент. Высоко оставили для всеобщего обозрения. Высоко оставили для того, чтобы заинтересовать всех гостей, всех посетителей, посмотреть всю школу. Они ограничатся только площадками и первым этажом, как это обычно бывает. Понятно. Кроме обязательной учебной программы, какое дополнительное образование предполагается? Кружки, секции? Может быть, у вас там были проблемы, помнится, со спортивным ядром, как это называют? Потому что стадиона толком не было у школы, как сейчас. Да, мы всегда находились в поиске спортивных площадок, потому что, как вы правильно отметили, спортивного зала у нас не было. И опять же, возвращаясь к проекту и к тому исторической справедливости, спортивный зал мы восстановили. В нем, в этом спортивном зале, в новом, есть все спортивное оборудование, которое нам удалось закупить. Размещено уже, установлено это оборудование. И дети с 1 сентября могут приступить в своем, в своей школе, уже не в первой школе, куда мы всегда ходили, изучать предмет, заниматься физкультурой в своем спортивном зале. Помимо этого, у нас много спортивных объектов появилось на территории школы. Это площадки для спортивных игр, это площадка стритбола, по воркауту, очень интересное решение. Также появились беговые дорожки, прыжковая яма, то есть то, что необходимо. Что-то не получилось, как в классическом понимании, но все-таки элементы? К сожалению, не получилось, потому что мы знаем, насколько сложна наша территория и ограничена территория школьного здания. Поэтому те возможности, которые были у строителей, они были решены таким образом. Вот какие-то кружки секции еще раз. О кружках секциях тоже можно сказать, потому что оборудование, которое мы получили, оно прямо вот сподвигает к нас созданию новых программ, которые необходимо реализовать. Я сказала уже о робототехнике, я хочу сказать о популярном в нашей школе кружке, который называется «Живая кисточка». С удовольствием дети посещают этот кружок. Это изобразительное искусство. Изобразительное искусство, совершенно правильно, такое название у программы. С удовольствием дети посещают швейное дело, называется у нас. Кружок кройки и шитья, новые машинки, швейные машинки, оверлоги, которые закоплены. Различные приспособления для того, чтобы можно было сшить, смоделировать данное изделие. Тоже очень пользуются большой популярностью. И говоря еще о развитии кружковой работы, хочется сказать, что и кружок домоводства или кулинария тоже очень привлекает наших детей. Как ни странно, мальчиков, которые хотят и варить, и печь, и жарить, и парить. Вот это же так. Да, совершенно правильно. Не только напильником. Да, 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 да. То есть мальчишки, они очень увлекаются этими моментами. В современной жизни, я думаю, очень необходимы для мужчин тоже. Коллектив педагогов, видимо, уже познакомен со новой обстановкой. Что говорят? Тоже, видимо, ходили и сначала экскурсию, смотрели, где чего и как устроено. Да, наша школа находится на таком открытом месте, поэтому все жители, вы, наблюдали, как происходит реконструкция нашей школы. То есть все начиналось достаточно быстро, интенсивно. То есть люди видели одну картинку, вечером видели уже другую картинку. И мы, педагоги, тоже были поражены скоростью, с которой происходило преобразование нашей школы. Конечно, всем хотелось зайти, всем хотелось посмотреть. Ну, во время строительных работ, конечно, техника безопасности, и строители не приветствовали посещение школы, хотя многие хотели это сделать. Город города, мне к тому удавалось прийти и посмотреть. Да, да, да. С главой города мы много раз посещали нашу школу, следили за темпами строительных работ, которые необходимо было скорректировать в какой-то степени, чтобы к 1 сентября школа была готова. С учителями мы пришли в школу уже летом. Летом, когда закончились занятия, мы пришли. И, конечно, первое, это было удивление, это были слезы, радости, потому что педагогический коллектив достаточно стабильный, и в основном педагоги, которые работают в школе уже 15-20 лет, молодые специалисты, которые с нами пришли, мы просто плакали, увидев всю эту красоту, увидев все то, что создали строители. Ощущения какие? Что говорили? Что говорят? Начиная с первого этажа, когда мы зашли, то есть у нас были ликвидированы те моменты, безопасные моменты, скажем так, которые были. И поэтому все довольны, все очень рады получить свои новые кабинеты обновленные, для того, чтобы реализовывать программы, которые необходимы нашим детям. Дети, вот, кстати, что говорят? Возможно, некоторые уже были, приходили, смотрели, может быть, учебники получали на новый учебный год. Их впечатления? Дети ходят с фотоаппаратами, с телефонами, смартфонами, все фотографируют, все выкладывают. А где мой кабинет? Мы поменяли нумерацию кабинетов, потому что так надо стало нам. Где мой кабинет, где я буду сидеть, какие парты? То есть новая мебель закуплена, она отличается от той, которая у нас была. Трансформируемая мебель, то есть удобная для всех, кому необходимо посидеть за ней. Поэтому с большим интересом, конечно. Дети помогали, очень помогали при завозе оборудования, которое необходимо было расставить, разложить. Родителям большое спасибо, хочется сказать, которые смогли организовать транспорт для того, чтобы что-то привезти, что-то перевезти. Кстати, родители-то и побывали, родительский комитет, может быть, знакомились? Да, совершенно правильно. Вместе с главой города было организовано собрание, скажем так, открытое собрание родительского комитета, родительской общественности, которые приняли, скажем так, школу, посмотрели школу, были удовлетворены качеством работ, которые на то время были сделаны. Это санузлы школы, которые всегда вызывали большую тревогу. И у меня, и у родителей школы много вопросов было. И тому, что мы увидели, их очень порадовало. Это школьная столовая. Сейчас о ней тоже расскажу. Она получила второе рождение, наша школьная столовая. Она осталась на прежнем месте, но стала великолепной. И, как в одном из репортажей сказали, это просто кафе, это просто бар, в который приятно зайти. Тем более для детей время обеда, обеденное время, будет проведено и не только вкусный обед, но и эстетика. Получили новое технологическое оборудование для приготовления пищи. То есть все обновлено. Появились небольшие цеха, в которых проходит та или иная обработка продуктов питания. Поэтому школьная столовая тоже преобразилась. Ольга Аркадьевна, завтра, 1 сентября, в завершении нашей программы с вами давайте поздравим коллег с Днем Знаний, с началом учебного года. Да, конечно. Уважаемые, дорогие коллеги, поздравляю вас с наступающим профессиональным нашим праздником, Днем Знаний. Желаю вам творческих и профессиональных успехов. И в заключение хотела бы сказать слова благодарности руководителям нашего региона, руководителям города Нижний Тагил за ту помощь и поддержку, которую они оказали в рекапитальном ремонте нашей замечательной школы. Ждем всех в гости. Присоединяемся к вашим поздравлениям в адрес ваших коллег, в адрес тагильских учителей. Благодарю вас за участие в нашей программе о том, каким будет День Знаний в 23-й школе, которая завтра торжественно открывает свои двери после капитального ремонта. Мы говорили с директором этого образовательного учреждения Ольгой Быстровой. Всего доброго. Оставайтесь на Тагил-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова